Вера Пичугина хоть и на пенсии, однако дома не сидит. Любит быть в курсе всех событий. А уж все, что касается управления домом, знает на зубок. Женщина регулярно ходила на семинары в рамках проекта «Мой дом». Рассказывает, полученный опыт здорово помогает. Я, получается, как бы новое образование получила, дополнительное. Потому что были очень часто у нас регулярно семинары, на которых мы получали знания, в интернете их не найдешь. В администрации Ленинского района Самары прошла встреча с активистами проекта «Мой дом», который стартовал в 2021 году по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Он направлен на правовую помощь, содействие собственникам жилья, обучение грамотному управлению и содержанию дома. Помогает выстраивать отношения с управляющими компаниями и разными ведомствами. Уникальность данного проекта, наверное, заключается в том, что создалась возможность наладить непосредственную коммуникацию жителей с надзорными органами и решить те насущные коммунальные задачи, которые у них и вопросы, которые у них назрели. Глава района Елена Бондаренко рассказала жителям о результатах работы за прошедшие пять лет и о перспективах развития района на 2023-2024 годы. Наша встреча посвящена тоже актуальным вопросам, связанным с порядком, установленными нормативными правильными документами осуществления работ по благоустройству во дворах. Дадим сегодня актуальное разъяснение, что появилось снова, какие произошли изменения. Ленинский район – центр притяжения, визитная карточка Самары. За пять лет в Ленинском районе благодаря инициативе жителей было благоустроено 94 двора, из которых 13 – по губернаторскому проекту «Содействие». В этом году в районе реализуется 15 проектов благоустройства дворовых территорий по программе «Формирование комфортной городской среды», два – по губернаторскому проекту «Содействие» и четыре – инициативных проекта. Также на территории района отремонтировали много достопримечательностей. Творец спорта имени Владимира Высоцкого, Центральную городскую библиотеку имени Крупской, Площадь славы и другие объекты культуры. Участники встречи также смогли задать интересующие вопросы. Большинство из них касались темы ЖКХ – благоустройства, общественных пространств и дворовых территорий. Елена Чернявская, Ксения Баканова, Константин Головин. События.